Всем привет! Это Универ Ньюс и в студии Верняковская Алина. Сегодня я расскажу вам самые актуальные новости из жизни нашего университета. 8 проектов КФУ получили финансирование по программе «Умник». В КФУ разработают модель активизации наукотворческого потенциала молодежи. Наши ученые обезоружили опаснейшие бактерии. Преподавателем Казанского федерального университета поможет профессор из Индии. Теперь для студентов по направлению индологии будет читать лекции представитель самой страны. Что с ним будут изучать студенты, вы узнаете в следующем сюжете. В Казанский федеральный университет с визитом прибыл профессор из Индии Арун Кумар Шривостава. Гостя встретил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Для него была проведена экскурсия по музее истории университета. Особенный интерес у него вызвали экспонаты, связанные с жизнью писателя Льва Толстого. Но визит это еще далеко не все. Профессор Шривостава будет преподавать в Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета. Я сам выбрал именно Казанский университет, чтобы работать с казанскими студентами и преподавать им историю Индии и все, что с этим связано. Это очень значимо для бывших советско-индийских, а теперь для российско-индийских отношений. Дипломатические отношения длятся уже почти 75 лет. Профессор Шривостава сделал возможным изучение студентами КФУ культуры, языка и истории Индии непосредственно с представителем этой страны. Лекции профессора продлятся до конца учебного года. Преподавать он будет на английском языке. Профессор Шривостава – это один из действительно таких известных индологов. Это специалисты из непосредственно Индии, самоиндийцы. Такая возможность появилась благодаря Центру изучения Индии Казанского федерального университета. Целями центра являются интеграция научной и образовательной деятельности между Россией и Индией, повышение качества подготовки кадров и эффективности научно-исследовательских работ в области индологии. Планируется приглашение и других профессоров для работы со студентами. Артем Тупичкин, Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. Республика Татарстан активно поддерживает научные начинания молодых ученых. В этом году сразу восемь представителей Казанского федерального университета получили крупные гранты для развития своих проектов. Подробнее в сюжете Олега Кашина. Развитие науки – это важная цель любого университета, ведь именно наука – двигатель прогресса. Но на большие научные цели требуется серьезное финансирование. Именно для таких целей, как поддержка молодых ученых, и существует программа «Умник». Программа участник молодежного научного инновационного конкурса начала работать еще в 2007 году. За 10 лет было поддержано 535 татарстанских проектов на сумму более 224 миллионов рублей. Приятно отметить, что в этом году Казанский федеральный университет в программе «Умник» представляют сразу восемь молодых ученых. В моем проекте я разрабатываю ультрафиолетовые лазеры, но на рынке имеется большое количество различных лазерных систем в ультрафиолетовом депозоне. А конкретно то, что я разрабатываю, может использоваться для обработки, а именно прецизионной обработки материалов. В этом году сразу 29 проектов из Республики Татарстан получили гранты в размере 500 тысяч рублей каждый, из которых 450 тысяч рублей – это вознаграждение за научную деятельность. Кроме этого, 26 из 29 проектов являются победителями республиканского конкурса инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. А это еще 220 тысяч рублей на каждый проект. Из них 450 тысяч должно пойти как вознаграждение за научно-исследовательскую работу, и 50 тысяч рублей должно пойти как материалы или что-то такое. То есть отчетность идет по 50 тысяч рублей, а вся остальная часть идет как вознаграждение. На реализацию своих идей у молодых ученых есть всего два года. Таково условие получения гранта. Согласитесь, что с таким финансированием можно сделать действительно многое. Олег Ашин, Универньюс. Ученые КФУ разработали модели активизации наукотворческого потенциала молодежи. Проект поддержан грантом в рамках конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Подробности в сюжете Дианы Шиловой. Проект ученых и институт на международных отношениях и истории востоковедения КФУ поддержан грантом в рамках конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в номинации «Социально значимые инновации». Ученые разрабатывают модель активизации наукотворческого потенциала молодежи. Работая в КФУ, мы видели, что студентов, очень много у нас талантовых студентов, но они почему-то все не очень-то ориентированы на науку, на исследование. На самом деле, мы знаем, что общество сейчас требует именно реализации этого творческого потенциала. Поэтому мы начали проводить наш коллектив здесь, в институте международных отношений. Начали проводить некоторые мероприятия и потом поняли, что необходима логика этих мероприятий. Для того, чтобы студенты постепенно втягивались в науко-творческую деятельность. Стимулировать молодежь к проявлению большего интереса к научной деятельности различные органы власти и грантовые фонды пытаются давно. И в отдельно взятых случаях это, безусловно, принесло свои результаты. Однако вернуть науку в массы задача не из легких. Студент не только учится, но и приобщается к науке, особенно это касается магистрантов и аспирантов. Почему? Потому что магистратура – это второй уровень высшего образования, когда человек готовится к научно-исследовательской работе, педагогической деятельности. А студенты нашего университета, конечно, они в первую очередь должны на уровне магистратуры уже почувствовать себя молодыми начинающими учеными. Стоит отметить, что у коллектива ученых Института международных отношений и истории востоковедения КФУ для работы над новыми проектами имеется серьезный задел. Первые шаги, предваряющие стат реализации проекта, были сделаны и в области организации специализированных мероприятий. Мы считаем, что за участие студента в конференции, я думаю, нужно даже ставить в рейтинге отдельный балл. Но поскольку кроме конференции есть еще другие мероприятия, теперь мы вступили на новый путь такой, что студенты именно магистратуры будут очень хорошо, если они будут принимать участие в различных конкурсах. Также для студентов магистратуры был задуман конкурс. Но и этого нам показалось мало, и мы решили, что должен быть пропедевтический курс. Реализация проекта рассчитана на пять лет. К концу обозначенного периода ученые планируют внедрить результаты исследований в практику студентов различных курсов и создать механизм преемственности модели. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Генетикам Казанского университета удалось найти способ обезоруживания болезнетворных бактерий, которые, как правило, не покидают организм человека или ждут подходящее время для своего проявления. Но теперь все изменится. Подробности расскажет Аделя Шимилова. Казанского университета которые предпочитают расти в виде биопленки, это для них нормальное состояние, потому что это у них способ выживания и предохранения от различных внешних негативных факторов. То есть от антибиотиков, в том числе, от иммунной системы человека, от различных биоцидов. Более того, биопленка часто является причиной повторных заражений, отторжения имплантатов и даже общего заражения организма болезнетворными микробами, попавшими в кровь. Например, при слабом иммунитете стафилококк, который есть на коже почти у всех людей, образуют пленки на ранах, мешая их заживлению и вызывая хронические язвы. В лабораториях Казанского университета наши ученые разрабатывают новые подходы к борьбе с болезнетворными бактериями именно в составе биопленки. Сейчас ученые работают с различными животными и растительными протеазами. Это ферменты, которые разрушают белок, а он как раз содержится в составе биопленки. То есть, разрушив белок, можно разрушить биопленку. Как это достигается? Клетки, они друг с другом тесно скреплены, и между ними образуется так называемый матрикс, который включает в себя белки, полисахариды. И вот если с помощью протеиназа эти связующие компоненты разрушать, то клетки начинают отделяться друг от друга, теряется целостность вот этой биопленки, и антибиотик начинает приобретать способность проникать внутрь. Наши ученые доказали, что если обработать биопленку фицином, то любая рана заживет быстрее, а эффект антибиотиков увеличится аж в 10 раз. Стоит принять к сведению, что фицином называют фермент и сока инжирного дерева. Фактически все это означает, что сотни людей быстрее выйдут из больниц, значительно снизится процент внутриболичных инфекций и риск заражения крови. А вот на синегнойную палочку фицин не действует. У этой бактерии другая структура биопленки. И сейчас актуальная задача для ученых КФУ – скорее найти инструмент для борьбы с ней. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На этом все. Следи за нами в социальных сетях и не пропускай наши выпуски. До встречи на Универ ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok